Приветствую вас. Очевидно, что свой вопрос вы задавали, наверное, в раздел «Эзотерики», потому что дальнейший ваш запрос, он перешел туда. Но я думаю, что с психологической точки зрения вам тоже можно ответить на него, на запрос на вас, потому что вы пишете, что в вашей личной жизни беда, и что, значит, впервые вроде бы все хорошо, вроде бы все у вас здорово, да. А потом, значит, в один момент какие-то проблемы появляются непонятные, причину которых вы, как я понимаю, не знаете. Вот. Значит, давайте разбираться. Вы говорите, как скоро я встречу человека, за которого выйду замуж? Возникает вопрос. Зачем вам замужество? Для чего оно вам нужно? Что оно должно вам дать? Замужество, как бы. Вот. И, соответственно, какие надежды, да, какие надежды вы возлагаете на это самое замужество? Вот. Это, соответственно, один из первых, на мой взгляд, важных аспектов данной проблемы. Вот. Потому что именно то, какие вы накладываете ожидания на брак, именно то, какие вы накладываете ожидания на замужество, вот, соответственно, определяет вашу дальнейшую жизнь и ваше, ну, ваше дальнейшее поведение. В целом. Поведение в целом. Вот. Значит, это вот такой момент. Для чего? Для чего вам нужно замужество? Да? Какую вы вкладываете нагрузку, смысловую нагрузку, значит, для себя в это вот самое замужество? Да? То есть, еще раз. Что оно вам, это замужество, должно дать? Да? Что оно вам должно предоставить? Какую вы хотите получить от него, ну, я не знаю, выгоду, может быть, для себя и так далее. То есть, это вот первое, о чем нужно подумать вам. Далее, вы говорите, выйду ли я счастливо замуж когда-нибудь? То есть, выходили замуж уже не счастливо? Получается. Если да, то почему? Нужно анализировать. В следствии чего вы неудачно выходили замуж. В следствии чего у вас какие-то проблемы были, наблюдали. Ну, именно вот у вас, именно вот в вашей, как бы, личной жизни. Вот. С чем они были связаны, эти проблемы. И так далее. Вот. Значит, значит, это тоже важно. То есть, смотрите. Смотрите. Вы, как бы, как бы, переносите ответственность за свой, например, там, допустим, счастливый брак. Скажем так. Вы переносите эту ответственность, как бы, ну, непонятно на кого. То есть, на кого-то. На какого-то человека. Но не на себя. Это от вас зависит. Выйдете ли вы счастливы замуж еще раз или нет. Только от вас это зависит. Понимаете? Не от кого больше. И поэтому в первую, в первую очередь, нужно у самой спрашивать, а что же, собственно говоря, я делаю не так? В отношениях, как я поступаю в них, что у меня не получается выстроить, ну, адекватные отношения с мужчинами, да, с противоположным полом. Важный этот момент. Важный этот момент. Нужно о нем думать. Нужно о нем думать. Понимаете? Далее. В личной жизни беда. Вроде все хорошо, все идеально, потом в один момент все ручится по непонятным причинам. Если причины непонятны, то необходимо анализировать в первую очередь ваше поведение. Какое оно, с чем оно связано, чего вы хотите при, ну, при взаимоотношении с, ну, с теми же мужчинами, например. Да, и так далее. Что вам нужно при взаимоотношении с мужчинами, например. Чего вы хотите при взаимодействии с ними, чего ожидаете тоже при взаимодействии с ними, чего требуете от них при взаимодействии с ними. И так далее. Важно ли это для того, чтобы лучше понять, что с вами происходит? Да, важно. Нужно ли нам знать о том, что из себя представляет, например, ну, ваша модель поведенческая именно с мужчинами? Да, важно. Нам это нужно знать. Без этого мы не сможем понять, что вы делаете не так. Без этого мы не сможем увидеть деструктивный триггер и обратить на него ваше внимание. А это означает, что вы, скорее всего, будете и дальше продолжать думать, что у вас все в порядке, что у вас все хорошо, что проблем никаких нет. И так далее. Ну, мы же с вами этого не хотим, да? Мы же с вами хотим понять? Вот. Поэтому пока что, пока что, постарайтесь проанализировать свою модель поведения. Постарайтесь пока что проанализировать то, как вы, например, себя ведете, как вы, например, себя позиционируете по отношению к, допустим, ну, по отношению, допустим, к мужчинам. Вот. И так далее. Подумайте, в какой момент, в следствии чего люди перестают с вами общаться. Ну, да, то есть, ну, не может же такого быть, что все происходит очень быстро, в один момент. Потому что, ну, может быть, вы не знаете, что-то не замечаете, не видите. Такое может быть. Такое может быть. Такое может быть. Но это отнюдь не означает, что у этого нет своих причин. Условия возникновения. Условия возникновения есть. Просто мы о них, вы о них еще не знают. Нужно узнать, нужно, нужно подумать и узнать. Нужно подумать и постараться отыскать. Нужно подумать и постараться найти, именно найти то, что мешает вам выстраивать адекватные отношения к мужчинам. Понятно, что вы зададите свой вопрос в раздел, значит, в раздел эзотерики, где вам объяснят все, предскажут будущее и так далее. Вот. В принципе, я не считаю, что это плохо. Ну, вы хотите, как бы, пожалуйста. И думаю, что это как-то вот что-то негативное. Вот. Но мне бы хотелось, мне бы хотелось только одного, чтобы при этом не заканчивалась бы ваша сознательная деятельность, ваше осознавание того, что происходит. Вот это единственное, чего бы мне хотелось бы. Потому что без этого вы не сможете понять причину, не имея возможности понять причину. да? Вы не сможете ничего с этим сделать. Вы не сможете ей управлять, вы не сможете ей направлять ваше желание. Иными словами, если вам чего-то хочется, например, от того же, напротив брака, то это нужно реализовать самостоятельно, без участия мужчины. Если вам что-то нужно, опять же, от брака, то это реализовать нужно, опять же, самостоятельно. Понимаете? Самостоятельно. И только тогда, будучи независимой, будучи свободной, будучи непринужденной, вы сможете выстраивать такие отношения с людьми, которые вас устроят целиком и полностью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.